Выразил свое восхищение им, приносять дар вот такую свиту оркестровую, которую назвал Монцартиана. И это было написано вот в этих странах. А еще одно очень интересное произведение, как воспоминание о пребывании в Италии, в котором он восхищался, искусством художника, которого он восхищался, было итальянской капричной оркестровой, которая довольно часто у нас звучит и в репутарии многих оркестров. Я думаю, что когда человек много видит, много общается в других странах, это очень незглодимый след оставляет. И творческий человек всегда проявляет вот свои впечатления в творчестве. Обязательно. Потому что бесследно это не бывает. У каждого художника есть такие периоды. А вот один из уже трудных периодов, когда он вернулся и когда, несмотря на растущую славу, на растущую популярность, известность на своей родине и в других странах, и почитание всеобщее. Все-таки у каждого художника бывает период, когда он и подводит итоги своей жизни, когда он пересматривает много в своем творчестве. И какие-то очень трудные, наверное, периоды. А вот Клин – это последнее место, перестаньте считать. У Петра Ильича было очень слабое здоровье. Это очень тяжело. И даже когда мы работаем со своими коллегами одаренными, мы видим, что им сложно дается обыкновенная жизнь. Они очень вихли в своем, так сказать, творчестве, парят где-то. Но бытовая жизнь очень сложна, и к ним нужно относиться более внимательно и более, так сказать, бережно. Но человек гениально одаренный – это для такого вот обычного человека загадкой остается. И он сам для себя может быть загадкой. Петра Ильича, у него не очень тяжело подействовал в детстве разлом с семьей, когда его стали учиться в училище. И у него было, конечно, вот этот гигантский труд. Вот кто постарше вспомнит его фотографии. И кажется, что это древний какой-то уже 70-летний старик с абсолютно седой. А ведь он был ровесник очень, я был так, 22-53 года. Человек горит, он, когда такие огромные, так сказать, в жизни свершения ему даются, он тратит себя, тратит свое здоровье. Но у него был очень такой хороший, мягкий характер, как я говорила. И он в противовес, так сказать, плохому здоровью выставил хорошее качество своего характера. И в письмах, например, писал, что нервных удариков стало меньше. Вот и эта поездка его как-то, так сказать, укрепила. Ну, конечно, когда мастер большой набирает много знаний, много сил у него, когда он свободен уже в своих технологических каких-то, так сказать, приемах, когда ему хочется только творчество себя посвятить, ему нужно было какую-то обстановку определенную, понимаете, для того, чтобы реализовать все, не отвлекаться. И вот он уехал и из Москвы, и из Петербурга и поселился в Клину. Это было как раз на дороге между двумя, так сказать, городами. Ему удобно было посещать и концерт, и едите к нему. Часто приезжали. Но, тем не менее, вот дом, тогда он стоял, когда Чайковский там поселился, на окраине города. Там очень такое поэтичное было место. Мимо течет река, которая называется «Сестра». Около этого дома был сад красивый. И если, вот я еще раз говорю, если у вас будет возможность съездить туда, сводить, ребенка, посмотреть, то, может быть, и не надо особенно объяснять долго. Конечно, экскурсовод проведет вас по этому дому. Там очень много фотографий, которые расскажут о истории семьи. Там библиотека. Библиотеку мы, музыковеды, допустим, изучали, нам показывали книги Чайковские, читали очень внимательно. И там очень много пометок на, так сказать, полях, которые позволяют определить, в каком направлении шла поисковая мысль. Стальт рояльный, который позволяет иногда победителям Чайковского или каким-то большим гостям поиграть на рояле, на котором игрался Чайковский. Очень любил Петр Ильич. Он даже хотел вести это в одно из своих произведений, эту песню, и всегда с удовольствием ее слушать. ПЕСНЯ НА УКРАННОЕ Ой, лёшеньки, лёли, да будь поумнее. Вырастешь большая, отдадутся замуж. Ой, лёшеньки, лёли, отдадутся замуж. Брат, сестра, про чайе. Народного конкурса Петра Ильича Чайковского в нашей стране всегда традицией становятся фестивали. Фестивали музыки, вокальной музыки Петра Ильича, которые называли с вами оперой, но почему-то вот одна выпала, может быть, не одна, она была самим посвящена из тех, которые хотелось бы вспомнить, вы не назвали. Это опера Иолана. Петра Ильича Чайковского в нашей стране Петра Ильича Чайковского в нашей стране Я вступала в торжественный мир. Петра Ильича Чайковского в нашей стране А теперь всё мне днём намекает Непонятный глупок и упрёк Петра Ильича Чайковского в нашей стране И упоры судьбе посылают Петра Ильича Чайковского в нашей стране Ах, чему это ночи молчанья И прохлодом не стали милей А чему, как будто рыданья Слышу, где поют соловей А чему, а чему сожми А чему А чему Скажи, Марка Русского, великого русского поэта Мы прослушали одно из заседаний музыкального клуба «Вдохновение», того музыкального клуба, который я создала 22 года назад. И вот в этом году заканчиваю уже 22 сезон работой. Но, знаете, мне кажется, здесь эксперимент, который я поставила два десятилетия тому назад, оправдал себя. Потому что все-таки те традиции, завещанные нам великими русскими просветителями, все-таки наше искусство должно продолжать. И я в это глубоко верю, что каждый музыкант, который за свою жизнь уже имеет большой опыт, будь то или концертной исполнительской деятельности, или педагогической, он должен выражать свои возможности, должен выражать свое отношение к миру, не только через непосредственно то исполнительское или композиторское творчество, которым он владеет, но и обязательно более широко представлять свои возможности в искусстве. Мне думается, что просветительская деятельность, она чрезвычайно богатая деятельность. Потому что именно через нее легче всего выйти на слушателя, легче всего возможность иметь поговорить с ним непосредственно. И поговорить о том, что тебя волнует, поговорить о явлениях мировой цивилизации, о явлениях культуры. И вместе с тем все это на языке музыки. Я думаю, что это самое главное. Обратить человека, будь то молодой или уже другого поколения, в веру. А вера какую? Любовь к искусству, любовь к всему прекрасному. Вот мне думается, что мы в музыкальном клубе вдохновения это поставили себе основную цель. Ну а истоки этого, наверное, во мне еще и генетические. Потому что мой дед был большим человеком, он был просветителем в Нижнем Новгороде. У него была изумительная библиотека. И туда мог прийти каждый. И отец был очень добрый, приветливый, отзывчивый человек. И он мог порекомендовать, что именно читать, на что обратить внимание. И вот этот дух просветительства в нем жил. Наверное, во мне тоже живет это. И я поэтому не смогла не высказать себя и в этой области. И мне кажется, что это очень интересное дело, которое, наверное, после меня кто-то и продолжит. Очень долгие годы доказывала моим коллегам, что необходимо, чтобы на заседании в таком музыкальном собрании клубы музыкально присутствовали обязательно дети и родители. Потому что здесь именно через родителей к детям идет путь понимания прекрасного в искусстве. Именно только через связь поколений возможно воспитать любовь к прекрасному, к тому, что совершается в мире, отбору плохого от хорошего. И это надо делать вместе. Это надо делать именно в семье. Чтобы в семье рождалось понимание поколений. Чтобы... ... ... ...